блендер 281 продолжаем делать вот этот дом давайте текстуры на него наложим как будем все это дело делать да ну выбираем второй этаж пока в обжиг мод заходим в edit мод здесь выбираем полигоны и выбираем эти вот полигоны вот теперь нужно сделать им развертку как это делается это uv editor вот развертка и жмем вот в этом окне uv smart uv project нажимаем ok получается вот такая развертка теперь нужно подгрузить текстуры подгружаем давайте в материалах жмем новое находим имидж текстуры нажимаем на эту папочку и подгружаем текстуры находим где они у вас находятся я вот сейчас подгружу именно камень вот этот кирпич вот такая получилась развертка если сейчас посмотрим как камень установился то будет не очень вид вот такой вот камень заходим опять в uv editor нажимаем вот на это окно жмем английскую а и жмем английскую перекручиваем нашу развертку и сделаем ее с побольше вот так единица на нампаде так немножко подровняем вот теперь layout и вот у нас валяем текстура камня наложилось здесь можно сделать то же самое заходим в облик мод выбираем второй первый этаж заходим можно кстати сразу вот найти материал и здесь вот материал уже присутствует его можно просто наложить вот так но он вот так вот ляжет нехорошо так что заходим опять выбираем первый этаж заходим в edit mode заходим в uv editor и и делаем выбираем вот эти опять же полигоны вот так и делаем uv smart uv project окей и вот текстура тоже делаем теперь по английскую делаем все это опять же перекручиваем и с прибавляем layout в принципе офигенно так то же самое мы сделаем с крышей опять же edit mode английская а так вот идет можно не выбирать пока снимаем выделение выбираем просто пока крышу а вот этому слуховому окну это отдельно можно точно также выбрать и сделать развертку наложить текстуры вот на эту на крышу и на бока вот эти ну опять же uv editor делаем uv smart uv project окей английская а делаем r перекручиваем сразу и подгружаем сюда текстуру image текстура только теперь черепок его можно скачать в интернете там очень много всяких черепок металлу словом что угодно так вот он черепок и делаем с и прибавляем чтобы побольше черепка было так layout вот вот тут такая прикольная крыша теперь давайте поработаем вот с этим слуховым окном заходим edit mode снимаем выделение и выбираем вот эти вот верха и сделаем им развертку опять же uv smart uv делаем английскую а делаем s и прибавляем вот так смотрим как она легла layout вот так нам не надо нужно развернуть развернуть uv editor жмем r и можно немножко s чтобы они там покрупнее были layout ну вот шикарно ну а теперь давайте окна затекстурим выбираем окно опять же жмем edit mode и сделаем ему развертку только без вот этих окон ctrl z перешив выбираем стекла я их потом буду по другому текстурить и выбираем так uv editor опять же и uv smart uv project ok прибавляем колесом вот такая развертка добавляем материал опять же image текстуры и добавим материал какой-нибудь ну досок находим текстуры у меня папка и листаем смотрим какие можно выбрать так ну давайте вот эти английская а и r перекручиваем в layout заходим смотрим что получилось ну в принципе неплохо добавляем теперь заходим в edit mode выбираем теперь стекла вот эти и просто добавляем плюс новый материал жмем new ну и какой-нибудь цвет такой сероватый поставим и жмем и сижим применяем ну вот такое получилось окно если выберем теперь в object mode вот это вот окно то можно применить вот этот материал к окну вот к этому а теперь заходим смотрим что тут да как заходим в edit mode выбираем вот эти вот стекла добавляем плюс еще один материал и выбираем уже материал стекол жмем и сижим ну так вот без развертки уже можно сделать окно так на всякий случай когда вы вот это все делаете сохраняйте потому что потому что у меня раз уже вылетело может перегруз какой идет так ну что ну так же давайте теперь двери object mode выбираем дверь коробку и жмем и жмем вот этот материал ну и теперь вот эту дверь и жмем вот этот материал также окна добавляем сюда материал еще один заходим в edit mode выбираем стекла и жмем серый цвет precision оп пардонте так edit mode здесь белый precision на первый материал это темный все так precision применить здесь есть object mode да ты что edit mode выбираем стекла первый материал decision так то же самое повторяем с этим окном применяем добавляем материал заходим в edit mode выбираем выбираем стекла и жмем второй материал находим стекло цвет precision object mode ну вот вот внешний вид получается теперь можно еще дверь затекстурить вот так вот здесь уже немножко нужно поменять текстуру надо сделать uv editor и сделать s а и сделать s так вот смотрим layout значит еще еще уменьшить во уже более-менее так пойдет вот эту дверь теперь можно применить вот так вот и сделать uv s вот что-то в таком духе давайте теперь танки вот эти затекстурим выбираем второе и этаж заходим в edit мод снимаем маску жмем единица семерка на нампаде жмем рентген колесиком уменьшаем английская и выделяем вот этот фронтон вот так вот он весь выделен и на фронтон давайте просто поставим этот материал ему поставим ну серый так здесь поставим кирпич добавляем плюс новый материал и на вот этот материал добавляем вот это тоже и осижен вот так смотрим как это все дело будет выглядеть ну ничего так прикольно object mode выделяем второй первый этаж и жмем опять же edit mode снимаем маску эту выделение тройка на нампаде опять рентген теперь b и выбираем вот этот фронтон добавляем еще один материал жмем вот эту функцию ну и материал пятый вот 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 ну а теперь цоколь надо вот этот сделать под камень здесь опять же тройка на нампаде жмем рентген английская б и выделяем весь фронтон и здесь уже image текстуры можно даже вот этой вот части сделать тоже развертку смарт UV окей добавляем сюда image текстуру и подгружаем вот этот камень декоративный вот этот заходим в layout вот первый материал можно удалить так нельзя удалить control z что ж такое UV editor AS с сделаем новую развертку тогда так давайте тут подгрузим тогда попробуем desktop вот этот камень вот этот камень подгрузился тут значит не прокатывает ну и делаем R перекручиваем и делаем S так так побольше жмем layout edit mode mode uv editor это smart uv ok r editor s layout так накосячил uv editor нужно нужно развернуть так теперь uv editor uv editor и делаем R layout вот вот так да и делаем тогда еще S вот уже нормально уже колотый камень так не забываем сохраняться двери выбираем назначаем дверям материал опять же серый вот этот лес так вот этот материал выбираем материал этим окнам тоже самое заходим опять же повторяем edit мод выбираем стекла добавляем материал и выбираем на него окне этот так а почему на окне у меня стоит два два материала выбираем окно назначаем вот этот материал и заходим в edit мод выбраны уже полигоны и добавляем плюс материал новый 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 серый серый вот так и сижу окно 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 с этим делом понятно сейчас я еще вот окно доделаю так 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 опять же edit мод и добавляем этот этот материал и тижим так 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 и так теперь давайте сделаем это ступеньки это new image текстуры и текстуру какого-нибудь бетона можно скачать или плитки какой-нибудь смотрим что тут у нас есть жмем текстуры и находим бетон вот этих боковых не было чтобы они херово не были сделаны вот эти вот бака давайте попробуем тоже развернем все это дело жмем английская smart uv project ok ну а теперь делаем а делаем с ну и как-нибудь смотрим что тут да как ну в принципе ничего так пойдет вот теперь нормально только теперь в uv editor и давайте сюда подгрузим вот эту вот развертку так это тумбс текстуры и вот это вот смотрим что получилось ну вот уже посимпатюшни так что еще ну давайте здесь за текстурим колонны так делаем уви editor опять сюда подгружаем новую текстуру так десктоп вот этот мрамор выбираем а делаем с и делаем нибудь смотрим на колонны не прокатывает добавляем имидж текстур и добавляем сюда тогда так теперь у и v editor здесь делаем а выбираем все колонны делаем еще раз смарт июй project вот так вот и теперь что тут получилось делаем с делаем еще раз с и смотрим это не нужно чуть-чуть и покрутить так теперь и делаем хочу если сделать с поменьше так с побольше плоховато опять же ну текстура она по моему не бесшовная поэтому вот такая фигня на ней получается мы ее g перетянем вот сюда и немножко r вот так перекрутим смотрим что получится нехорошо а если перетянуть вот куда словом нужно заменять текстуру это плохая так смотрим юбидита и заменим текстуру тогда текстуры смотрим что получается ну вот уже получше будет и под парапет подходит ну опять же вот этим тоже добавим такую текстуру и вот этому парапету тоже самое вот так вот пойдет так вот здесь что-то поменялось так вот тут здесь он пользуемся текстура Ну и давайте гравку теперь добавим вот сюда, сделаем UV-эдитор вот этой площадки, UV Smart UV Project, подгрузим новый материал, Image текстуры, открываем папку и находим кравку, так ну вот эту, наверное. И так далее. так теперь а и делаем с layout все нормально ну а теперь зайдем в этот вид найдем лифт свет поднимаем переключаемся на лифт ставим солнце ставим 5 его g поднимаем к верху g переводим сюда перекручиваем вот получился вот такой вот прикольный дом дальше можно еще внутри именно сделать обои и так далее так вот давайте еще погуляем shift f зайдем сюда вот так вот вот вы видите что здесь тоже нужно выбрать полигон вот эти и наложить на них обои а пока здесь вот такой вот вид вот такая штука заглянем на второй этаж shift f вот здесь нужно еще сделать нишу под двери смысле падает под лестницу вот такая штука комната вот в эту зашли в эту выйдем так как все это дело здесь выглядит так вот это сверху все всем пока до свидания